Добрый день! Я недавно рассказывал про шейп-моды 3х3 от компании Диан Шенг и вспомнил, что у меня есть еще один. Я решил эту тему как-то продолжить. По-моему, больше у меня трешек шейп-модов от Диан Шенга нет. А сейчас эта фирма переживает второе рождение или возрождение, выпускает магнитные хорошие кубики. Ну вот, есть и старый 3х3. Это UFO-куб, куб-летающая тарелка. Почему? Потому что по форме похоже на летающую тарелку. По сути, это многогранник, у которого две серых рани и боковые 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну или это две усеченные шестиугольные пирамиды на основе крестовины 3х3. Что здесь интересно? Вот стандартный 3х3. И мы видим, в отличие от многих шейп-модов, здесь центры практически не изменились. На самом деле вообще не изменились. То есть вот белый центр, красный, желтый, оранжевый. Если посмотреть по расцветке, белый, синий, красный, зеленый, оранжевый. То есть даже расцветка стандартная. Белый, красный, зеленый, оранжевый. Ну и дальше синий. Значит, ориентация центров здесь совершенно не важна. И по сути, собрать будет легко. Но особенность в том, что здесь есть одинаковые элементы. А именно серые. Вот этот серый уголок и вот этот серый уголок. Да, и если их перепутать местами, возникнет псевдопаритет, который может удивить. Поэтому давайте перемешивать и собирать. Очень давно его собирал. Специально сейчас его достал. И после долгого перерыва попробуем выполнить сборку. Вот такое перемешанное состояние. Немного изменилась форма. Ну, был многогранник и стал какой-то более страшный многогранник. Вот белый центр. Между белым и оранжевым очевидно какое-то бело-оранжевое ребро должно быть. Вот такое. Дальше какое-нибудь еще белое. Допустим, вот это вот бело-зеленое. Поставим. Еще нужно. Кончились. Значит, будем что-то подобное искать. Вот есть с белым и с синим цветом. Попробуем поставить его вот сюда. Специально долго не изучал, чтобы интереснее было собирать. И еще одно, наверное, похожее. Должно быть с белым цветом. Какой-то вот такой. Вот получился крест. С центрами все совместилось. Все хорошо. Далее нужно, видимо, поставить уголки. Ну, вот между двумя оранжевыми усами креста, видимо, должен быть оранжевый уголок. Попробуем вот этот сюда поткнуть. Не подошел. А так подошел. То есть, если у нас два одинаковых цвета, нужно вот такой уголок. Так, здесь два серых. А серые у нас одинаковые. Причем они симметричные, наверное, даже. Да, симметричные. То есть, может быть, два вида псевдопаритетов. Перестановка углов и ориентация углов. Дальше сюда нужен какой-то зеленый. Поставим вот так. И сюда нужен белый. Так, не захотел. Ну, пиф-пафами загоняем до тех пор, пока не захочет. Так, так. Ну, собрался первый слой. Дальше собираем второй. Вот зелено-красное ребро. Видимо, ему место здесь. Ну, здесь можно абсолютно любыми алгоритмами, так как центры симметричные. Их ориентация не важна. Здесь зелено-оранжевый. Видимо, такой. Поставим позже. Оранжево-синий элемент. Ставим сюда. И где-то было вот зелено-оранжевое. Совмещаем с оранжевым и приставляем сюда. К примеру, стандартным алгоритмом из метода для начинающих. Так, вот это ребро какое-то неправильное. Его надо поменять на вот такое. Вообще, не задумываясь, все легко и просто. Так, дальше смотрим. Два слоя вроде собраны. А все ребра с особой ориентацией, то есть несимметричные. Дальше давайте соберем крест сверху. Видим, что вот эти вот вроде правильно ориентированы. Делаем обратный пиф-паф через фронт. То есть галку. Что получилось? Получился крест. Ну, здесь ориентацию углов, наверное, сразу будет не угадать. Поэтому давайте ребра расставим по местам рыбками. И потом будем разбираться с углами. Так. Вот два ребра на месте. И вот два ребра нужно поменять местами. А, ну здесь можно, к примеру, центры-то простые. Все, может быть, развернут на 90 градусов и будет не страшно. Все. Так. Ребра по местам. Расставляем углы. Ни один на месте не стоит. Давайте какое-то перемещение сделаем. О первом. Посмотрим, что получилось. Ну, получилось. У нас красный на место встал. Перемещаем дальше. Этот сюда. Нехорошо. Ну, давайте просто о первом продолжим. Здесь стоит ожидать псевдо-паритетов. И вдруг он уже есть. Нет, его нету. Вот. Что мы получили? Все углы на своих местах. То есть вот эти вот одноцветные элементы углы. Случается, все углы только из одного цвета стоят. И серые. Они одинаковые абсолютно. Но остается развернуть элементы. Делаем пиф-пафами. Вращаем два. Плохо. Делаем еще два. Хорошо. Дальше. Делаем два. Все собралось. И сейчас не возникло ни одного псевдо-паритета. Повезло. Повезло. Но на деле бывает так не всегда. Я подробно не показываю, как собирается 3х3. Надеюсь, что вы уже умеете. А те, кто не умеет, найдут подробное обучающее видео по ссылке в описании. Для кубика рубика 3х3. Попробуем изобразить псевдо-паритет. Где у нас первый слой. Давайте для начала поменяем вот эти вот углы местами. Можно сделать для этого 3 пиф-пафа. Ну, чтобы ребро осталось на месте. Либо 3 слетчхэмера, чтобы еще и вот эти углы не разворачивались. Давайте слетчхэмеры. Р штрих, F, R, F штрих. Три раза. Так. Вот мы поменяли два вот этих угла. Что получилось? Развернем. Да, мы получили интересную ситуацию. Все ребра на местах. Вот этот угол на месте. Вот этот на месте. А вот эти два нужно поменять. Но это же не 4х4 и не 2х2. Где можно менять два угла, не разрушая при этом ребра. А на кубике 3х3 такая ситуация невозможна. То есть менять два угла не получится. Как решить? Нужно поменять три. Да? Ну, один из них должен быть серый. Ну, а проще это опять вернуться. В такое положение. Тремя слетчхэмерами поменять. Ну, или если вы заметили это до того, как вы ориентировали углы, можно делать три обычных пиф-пафа. Так как три пиф-пафа они еще разворачивают уголки. Давайте три пиф-пафа сделаем. То есть, если у вас получается ситуация, где нужно переставить два угла, нужно вот эти вот два уголка сначала поменять. И получится ситуация, что нужно переставить три угла. Ну, или они сразу станут на свои места. Давайте проверим. Этот угол на месте. Этот нет. Этот нет. Этот нет. Делаем АПЕРМ. Проверяем. Ну, теперь все уголки на местах. Это был первый псевдо-паритет. Ну, и теперь нужно как-то изобразить второй. Получаем весь собранный кубик. Ну, как кубик, многогранник. И только один угол неправильно развернут. Можно подумать, что эта ситуация механическая. Да, и повернуть рукой. Хотя эта уголка старая и может сломаться. Ну, или развернуть правильно. То есть, сделать два либо четыре пиф-пафа на этом уголке и оставшись на этом. Причем, неважно с какого цвета вы начинали. Ну, давайте вот на желтой грани. Этот и этот будем рассматривать. Желтую грань налево. Делаем пиф-пафы. Раз. Два. Желтый стал как хорошо. Подворачиваем его вместо серый. И вертим пиф-пафы до тех пор, пока их не будет. Шесть. Либо пока правая часть не соберется. Вот такой вот Уфо. Несложный. Вроде кажется совсем простой. Но, может быть, одна сборка легкой. Как у меня вот было сейчас. То есть, сразу все собралось. Псевдо-паритетов не было. А может их сразу два возникнуть. Ну, я их сейчас моделировал. Это перестановка двух углов. Решается. Если поменять местами два серых. И разворот одного угла. Ну, или трудности с разворотом нескольких. Это нужно докручивать лишний пиф-паф. Также на сереньком. То есть, он одинаковый с этим. Да еще и симметричный. Вот такая вот забавная головоломка. Вращается неплохо для своего возраста. Да и, в принципе, собирать можно. Ну, и выглядит интересно. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok